Привет, YouTube! Привет, все наши подписчики! Ребята, мы с вами в Формуле 7. Знаете почему? Потому что компания BRP в 2020 году выпустила совершенно уникальные снегоходы. Один из них турбовый, и мы хотим вам о нем рассказать. Встречайте, 2020 год. Турбовый снегоход. Знаете, наверное, все снегоходы надо показывать там, где они должны быть, в их среде обитания, там, где снег. И я вас приглашаю в город Советск. Там наш волшебный, секретный корреспондент сейчас вам расскажет об этом снегоходе более подробно. Так что встречайте, наш секретный, волшебный корреспондент город Советск. Поехали! Встречайте, 2021 год. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Это я, Алексей Бердинский, компания Формула 7. Секретный корреспондент чеховских проходимцев. Сегодня вам расскажет про эту чудную новинку от компании BRP. А быть точнее, это турбированный саммит. Не думайте, что все так плохо, что я пошел подрабатывать к Андрею. Просто Андрей очень хорошо платит. Все у нас хорошо. Снегоходы, несмотря на то, что снега нет, мы держимся. Ищем снег. У нас волшебная акция, как вы знаете, в поисках снега. И находим снег. Вот сегодня мы находимся на моей прекрасной родине. Кировская область, город Советск. Старое название Слобода-Кукарка. Это сказочный, в моем понимании, город. Многие снегоходчики уже его оценили. На протяжении 10 лет сюда приезжают. И традиционно с января месяца находят здесь снег. Я хочу вам представить на самом деле сегодня саммит с первым в мире двухтактным турбированным серийным двигателем. Ранее BRP никто этого не делал. Делали кустарным способом, какие-то тюнинг ателье. В основном в Америке ставили турбины, суперчаржи, как угодно. Можно их называть как различного рода надувы. Здесь это полностью серийное производство. Уже обкатано несколько лет, естественно, на секретных трассах BRP. Этот двигатель обкатывался. Поэтому проблем технических быть не должно. Это условно на обычный 850 серийный мотор поставили турбину. Естественно, с некоторыми доработками. В чем мой посыл этого видео? Почему очень захотелось мне его снять? Очень много в последнее время наши уважаемые российские блогеры, которые активно катаются на снегоходах, заявляют, что турбина не нужна. Потому что у нас высоты в России небольшие. Мы катаемся до 2000 в основном. Из исключения, может быть, некоторых курортов. Лаганаки и Архиз. Да, все верно. Но ребята немножко заблуждаются. Не так давно я посетил город Раваньеми. Все знают, где завод находится BRP, Линкс. И технические специалисты, условно от первого лица, дали нам четкую техническую информацию. Она гласит о том, что турбина работает всегда. Да, вот условно всегда. С ноля. И вот любой, скажем так, подъем выше одного метра над уровнем моря, турбина уже начинает компенсировать потерю атмосферного давления, потерю мощности, которая происходит. Чем выше, тем получается ниже атмосферное давление. И нужно это атмосферное давление для двигателя создавать. Турбина, она компенсирует потерю этого давления. Данная турбина призвана компенсировать давление до 2400 метров над уровнем моря. В каком объеме компенсирует? На 2400 метров стандартный двигатель любого снегохода, вообще любой двигатель внутреннего сгорания, скажем так, ну в данном случае про саммит берем, да, 850, где 165 лошадиных сил на атмосфернике, если я ничего не путаю, если я путаю, поправьте. Данная турбина призвана компенсировать до 2400, она компенсирует полностью, это порядка 40 лошадиных сил. На каждые 600 метров подъема над уровнем моря двигатель теряет 10 лошадиных сил. Соответственно, мы поднимаемся на 2400, у нас по-прежнему 165 лошадиных сил. Поднимаемся выше, соответственно, там начинаем уже терять, но в меньшей степени. Возьмем пример. Обычный двигатель, 165 сил, мы поднимаемся над уровнем моря на 2400, соответственно, у нас получается двигатель минус 40 лошадиных сил, итого 125. В данном случае идет полная компенсация. Это первый момент, очень важный. Второй момент. Мы в этом ролике постараемся вам показать динамику этого снегохода. Пока что от американских коллег есть информация, что они сравнивали даже на равнение. И турбированный двигатель даже на равнение выигрывает у обычного атмосферного двигателя за счет своей динамики. Все же турбинка дает свой огромный плюс. Также многие говорили, что будут... Ну, типа, турбина тяжелее. Да, турбина, весь комплект турбо весит плюс 8 килограмм. Но компания Бирпи же, как мы понимаем, очень продвинутая компания во всех смыслах. И они, скажем так, часть этого веса в 8 килограмм компенсировали новым капотом, новой фарой, новой оптикой. Как видите, на оптике у нас еще есть специальный такой обтекатель, который немножко так, скажем так, стряхивает снег. Помогает уменьшить залипание снега. Капот компенсирует 4 килограмма. Соответственно, турбина плюс 8, капот минус свара 4. Соответственно, всего плюс к стандартному саммиту эксперту плюс 4 с небольшим килограммом. Данный снегоход у нас со 165-й гусеницей. Это длина гусеницы. В идеале, конечно, для меня, по крайней мере, это 154-й саммит. Он позволяет ехать, в принципе, везде, где хочется. Он более легче, соответственно, ну, скажем так, что имеем, то имеем. Получилось завести в Россию компанию BRP в этом сезоне 165-я. Это, скажем так, такой 20-й модельный год. На 21-м модельном годе на экспертах, многие уже, наверное, видели официальную презентацию. Соответственно, они другого цвета, 154-я. И немножко отличаются от этого. Я расскажу, чем. Да, вот этот модель, как бы, те же сами амортизаторы Каяба, облегченные, с настройками, как на эксперте были в этом году, в 20-м модельном. Здесь отличается проставкой. Она длинная, стоит уже на экспертах, стоят более короткие проставки. И на данном снегоходе стоит амортизатор гусеницы. Обычный, как у обычного 165-го саммита. От X, а не как от эксперта. От эксперта он стоит уже с выносным бачком. Турбина настолько мощная и так сильно крутит, что прям он прям. Но тем не менее, он не переворачивается зад, не перекидывает всадника, наездника или райдера, кому как удобно. Ну, короче, это просто космолет, ребят. Единственное, конечно, данный снегоход сделан для снега, а не для этого, подобие снега. Чем богаты, тем и рады. На данном снегоходе, как я уже сказал ранее, капот заменен, он облегчен. Для чего это, как бы, сделано? Ну, понятно, что, скажем так, сэкономить вес. И за счет этого у нас получился сам капот, выполняет функцию воздухозаборника. Перенесли, как бы, сеточки на старом саммите. Мы помним здесь такие ушки, как бы, там сеточки сбоку. И они очень часто рвались, приходилось ставить усиленно. Здесь сеточки уже находятся сверху, скажем так, в более удобных местах. Понятно, что будет, как бы, здесь снег. Ну, и достаточное количество для того, чтобы снегоход дышал. Эти сетки стандартные стоят. Они меняются методом наклеивания. Все достаточно быстро, просто, ну, как бы, самая дешевая технология. Из, скажем так, может быть, моментов, которые многие заметили, что нет здесь, как бы, так называемого перчаточного ящика. И невозможно поставить сюда специальный, как бы, такой бокс, увеличивающий объем перчаточного ящика для того, чтобы поставить навигатор. Из рекомендаций, навигатор, вот, по крайней мере, я для себя ставлю на эту площадку, как бы, лежа, вполне достаточно смахнуть снег и увидеть на нем. По крайней мере, нет вот этих горбов, ничего не мешает, не ограничивает, не увеличивает вес. Сейчас я хочу вам показать самое главное. Это, собственно говоря, ради чего мы здесь все. Это саму турбинку. Как многие знают уже, что все здесь очень доступно, все легко снимается. И вот у нас само волшебство. Вот она турбинка. Турбина здесь работает от выхлопных газов. Ну, как и у большинства, никаких здесь приводных ремней, никаких дополнительных деталей нет. Турбина смазывается тем же маслом двухтактным, который заливается в бачок. Оно подается из основного бачка. Турбина, естественно, там же масло остается. И остаточное масло попадает в дополнительный бачок. Вот бачок, вот здесь снизу можно увидеть. С этого бачка масло подается обратно в камеру сгорания. Ну, условно, как бы масло сгорает. Что еще мы имеем дополнительно на саммите Турбо? Мы имеем датчик температуры ремня вариатора. Ну, соответственно, это датчик не самой температуры ремня вариатора, а датчик воздуха вокруг вариатора. Как бы он не снимает температуру, дает на дисплей. Это помогает райдеру вовремя сориентироваться. Немножко передохнуть, попить чайку, возможно. Ну, или просто поехать чуть-чуть медленнее для того, чтобы ремень у нас не порвался. Сама турбина работает, как я сказал, всегда. Стоит там перепускной клапан. Просто в зависимости от давления клапан закрывается, либо открывается. Также для турбированного двигателя установлена усиленная цепь в коробке двигателя. Другие шестерны, более усиленные. Передаточное число сейчас не готово ответить. Отличается ли от предыдущего саммита Эксперта. Но что усилено, это 100%. Немножко другой металл, возможно, другой размер. Ну, по крайней мере, эта информация напрямую исходит из технических специалистов компании Верпе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот немного мы покатались. Есть уже первое впечатление от данного снегохода, от турбинки, от природы, от погоды. Погода, конечно, немножко нас подводит. В плане, что сначала снег был мокрым, потом подморозило. А снегоход все же у нас, как трек, вы видите, 165-й, длинный. Он рассчитан все же для глубокого снега. Я не так давно катался на 154-м Эксперте Турбо. И, конечно, это, я скажу, это космос, детка. Это просто нечто. Этот 165-й снегаход тоже неплох. Я хочу сказать, он едет лучше, чем 154-й обычный X с атмосферным двигателем. Бодрости у него больше, задора больше. Свечку он встает намного легче. Хоть на равнение, хоть на подъеме, естественно. Более свободно, более спокойно. С моим даже небольшим весом. Обычный снегаход приходится ставить с какой-то горки. Здесь достаточно просто нажать газ. Из тех моментов, которые я, скажем так, прочувствовал и отличают от обычного атмосферного двигателя. Это, наверное, работа вариатора. Во-первых, вариатор работает с, начинается трогание, срабатывание на оборотах 3800. На обычном стандартном снегаходе 3300. Специально повысили обороты. Для плавности срабатывания уже нет этого звона. Вот этого чих не происходит, как бы чиканье какого-то вариатора. Вариатор работает более плавно, более корректно. Мне еще понравились во время тестов 154-го более такие четкие информативные тормоза. Многие говорят, что у Polaris хорошие тормоза. Я хочу сказать, что здесь тормоза будут вполне достойные. Отличаются от обычного атмосферного двигателя. Полноценные впечатления будут. Конечно, после горного катания, как мы говорим, мы катаемся, несмотря что снегоход длинный и горный, катаемся по холмистой местности, по достаточно жесткому снегу, по насту. Но, тем не менее, он едет достаточно комфортно. Сложно ехать только траверсы. А все остальные, как бы, он даже не перегревается. Да, греется, но не перегревается, что очень важно. Даже из-за отсутствия брызговика, как мы понимаем, брызговик на обычном стандартном снегоходе служит для того, чтобы закидывался снег. Но охлаждения здесь достаточно. Ну, закончили мы тесты весенние нового саммита «Эксперт Турбо». Подведем маленький подытог. Буду краток. В Турбе быть. Проехали достаточно много. Турбо показало себя просто прекрасно. Даже на равнинах и на холмистой местности. В горах она будет мега-крутой. В этом уже нет сомнений. По крайней мере, у меня и у моих друзей. Те, кто прокатились на данном снегоходе. И еще маленькое замечание, или мое наблюдение. Как я увидел, он очень экономичный. По топливу, несмотря на то, что он еще на обкатке. Обычно на обкатке снегоход ест много бензина. Ну, расходует много бензина. Потому что подается дополнительно масло для смазки во время обкатки. За счет этого происходит более высокое потребление. В данном случае я этого не заметил. Снегоход расходует очень-очень мало. И несмотря на то, что на обкатке он едет лучше, чем атмосферный саммит. Поэтому после обкатки, когда он уже поедет во все свои 100%, это будет просто бомба. Старое доброе название компании Бомбардье, BRP, будем называть турбо. Это бомба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, друзья, теперь вы знаете о снегоходе Саммит 2020 года гораздо больше. Так что готовьте с вами летом, чтобы зимой вы получили максимум кайфа и удовольствия. Ну а мы, соответственно, со своей стороны ждем вас в Формуле 7 и других салонах компании BRP, для того, чтобы вы могли совершенно спокойно себе приобрести кайф, адреналин и удовольствие. Так что большое спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok